в общем еду потихонечку сейчас остановился на ближайшей стоянке до дороги хочу вот перекусить сосиски ну колбаски эти копченые булочки ну и кофеек из термоса принципе а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Скатайтесь вот на тот же Рыган Узведом мне не понравился, честно скажу Узведом вот один променад и все И как бы больше там Ни хрена особо смотреть нечего А здесь есть такие обрывы Вот, бля, красотища В общем, я попозже пойду погуляю И вам покажу Так что, смотрите видео до конца В общем, друзья, хочу показать вам Вот такую вот вещичку, которую я купил по дороге То есть я давно мечтал себе купить Такой швейцарский нож Викторинакс И я погуглил, где у них официальные есть Эти представители, так скажем Ну, авторизированные магазины от них И в Страслунде там был один магазинчик Я заехал, лежало все по пути на Рюган Заехал и купил себе вот такой вот Замечательный ножик Тут есть ножницы Открывашка Отвертка плоская Потом для зачистки проводов Отвертка крестовая, штопор Пила, нож Вообще, короче Нож Обалденно острый Прям Жесть С ним вот осторожнее надо Я тут пока им игрался, вертелся Даже порезаться умудрился Так что Стоит сей девайс Конечно, не дешево Я за него отдал 63 евро Но это, как скажем Для путешественника Мне кажется, идеальный набор Вот сейчас у меня была заусенца на пальце И вот этими ножницами Раз-раз по-быстренькому Все это дело убрал И все Также в дороге понадобится Там помидорку нарезать Там или огурчик какой-нибудь Да мало ли что Хлеба Мало ли понадобится Какой-нибудь сук отпилить Все без проблем Так что Вот такие Ребят, я честно Не рекламирую этот нож Ссылок никаких Я размещать Конечно не стану Просто вот Я делюсь с вами впечатлениями От души Именно вот Ну и я радуюсь сейчас Как ребенок Вот знаете Игрушку купил Да, дорогая Но Так как Я сейчас планирую путешествовать Я считаю Что эта вещь В путешествии Будет вообще незаменимая Пусть будет лежать в кармане И Не знаешь Когда оно пригодится Вот так вот Так вот Здесь ресторан отеля Где я буду завтракать Вот здесь В принципе Меня поселили В этом вот Замечательном здании Тут вроде как Оказывается У меня еще балкон есть А я и не знал Ну да Это же мой номер Давайте здесь Немножко пройдемся Посмотрим На задворках Что тут есть Не, отельчик шикарный Мне нравится Море вы уже видите Наверное, да Тут можно посидеть Отдохнуть Понаслаждаться видами Обалденными Давайте посмотрим Что у нас тут есть Вау Шикарно Надо будет сейчас вниз Спуститься Посмотреть Чтобы спуститься вниз Здесь есть вот такой лифт Но он стоит 1 евро У меня, к сожалению Такой мелочи нету Поэтому мне придется сейчас Идти пешком по лестнице Но здесь тоже виды захватывают Вон, обалденно Сейчас сделаю фотки Через инстаграмчик Ой, для инстаграма Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В общем, сейчас хочу подняться на самый верх И пройтись немножко туда Чтоб посмотреть, так скажем На все это дело С высоты обрыва Должно быть прикольно Надеюсь, сейчас удастся найти дорогу До туда Немножко еще спортом позанимаюсь Полазив по горам Вот такая тропинка здесь Жесть Чувствую, ноги гудеть завтра будут Не по-детски Как после Праги Давненько я не поднимался На такие высоты Тут, смотрите даже Все, блин, благоустроено Лестница Но мы пойдем туда Неинтересно, что там Хуй Здесь хоть ветра нету Внизу там идешь Возле воды Ветрище ужас О! ну-ка ну пока здесь неинтересно но уже впечатляет там выше еще есть такие такие обрывы прям вниз красивые вот я туда хочу ну вот туда надо идти далековато ну и сходим все равно чтобы было что вспомнить от этой поездки ну все ребята вот я и добрался до того места в принципе до которого хотел дойти открываются чудесные виды отсюда прям обалденно давайте я покажу вам надеюсь вам это будет видно потому что камера широкоугольная а тут высоко а вот спорт бар какой-то местный конечно жить я бы в таких в такой местности ни за что бы не стал скукотища здесь полнейшая вот как туристам почему бы и нет с удовольствием сейчас пристреляюсь присмотрюсь на будущий год когда сезон купальный будет все тепло будет что вот именно прям на пляж покупаться может быть и приеду почему нет мне нравится здесь и недалеко относительно в принципе сел на мотоцикл 3 часа и ты тут с утра выехал к обеду приехал всем доброе утро я еще нахожусь в отеле в рюгене я сегодня очень хорошо выспался сейчас пойду на завтрак поем чего-нибудь и знаете что мне по плану у меня была поездка домой сегодня но я посмотрел на календарь и сегодня оказывается суббота и вот я сейчас подумал и решил поеду ка я дальше поеду я сейчас не на остров это тоже вот тоже на берегу балтики городок висмер называется вроде как интересный поэтому я хочу сегодня еще туда съездить там поснимать немножко ну просто как бы недалеко 200 километров где-то два часа езды отсюда так друзья сейчас нахожусь в ресторане позавтракать выглядит здесь все очень супер классно в плане еды тоже канистру кофе принесли чтобы купиться можно было завтрак тут как бы шведский стол можно брать все что хочешь и да он уже был включен в стоимость проживания то есть я заплатил за все 79 евро нормально учитывая местоположение что тут я наслаждаюсь видом моря балтийского так что шикарно аж уезжать не хочется может быть когда нибудь я еще сюда приеду то что мне здесь нравится сейчас был вон там я взял еду вот там потом пошел вон туда там одни бабки нам одни старушки меня под дико смотрят я не понял типа извините вам не сюда здесь у нас закрытое мероприятие ладно здесь здесь даже лучше и короче выгнали меня так ладно буду кушать так вот и подошло к концу моего пребывания в этом замечательном отеле на этом замечательном острове сейчас я выдвигаюсь дальше поеду в город висмар вроде как посмотрел вроде интересный городок есть что посмотреть поэтому я решил туда прохватить поездка займет у меня пару часов отсюда а завтра уже поеду домой соответственно да я говорю вам да что висмар тоже на балтийском море так что у меня идет поездка получается мое путешествие вдоль балтийского моря вдоль берега поэтому честно отель мне понравился я бы с удовольствием сюда вернулся и выезжать даже не хочется уютненькая комната большая просторная не то что в предыдущем отеле на узы доме и стоит намного дешевле чем там так что ладно ну и и и и и и и значит вот по этой дороге и чувствую такой запас знаете вот как бы болотом пахнет посмотрел обалденно его смотрите там камышей как ностальгическое напала я по сначала заберу вещи перекусывал немножко в рюкзак и прогуляемся вон туда посмотрим вообще так тут вот шлагбаум заехать сюда в принципе если на мотоцикле то то можно наверно как-нибудь аккуратненько там он какой-то знаете вот сама атмосфера вот здесь идешь и вот как вот я говорю чудо в детство напоминает очень сильно когда в деревню там приезжал запах вообще обалденно не знаю далеко наверно сильно заходить не буду мотоцикл жалко без присмотра оставлять ну посмотрим что-то я обломался туда дальше идти в принципе я так посмотрел дорога далеко уходит поэтому пешком идти тут в принципе вот здесь кустарники слева камыши мотоцикл что-то как-то ссыкотно оставлять далеко так можно было бы сюда нормально проехать по-человечески то я бы проехал потому что дорога такая накатанная видно часто по ней ездят шлагбаум всю малину портит в общем еду я хорошо уже километров 25 от висмара куда я собственно еду но вот меня сейчас терзает смутные сомнения стоит ли туда ехать скорее всего я туда заеду посмотрю чтобы галочку поставить что я там был возможно поеду потом чуть дальше там есть еще один остров маленький такой островок но все же остров так друзья приехал я в висмар то есть я сейчас в самом центре висмара в принципе ничего особенного типичный городок германии поэтому сейчас будет небольшое изменение планов наверно сейчас поедем на какой-нибудь остров есть тут еще один остров рядышком прям много мы это пюль остров еще есть где он только непонятно так я сейчас нахожусь на острове пюль в принципе это небольшой островок рядом с висмар да висмар так что в принципе островок как островок в общем стою сейчас на автобане в пробке в принципе можно ехать по междуряде да это позволяет но штраф 240 евро лишения прав на месяц плюс занесение одного пункта по моему специальный реестр то есть система накопительная что накапливается там определенное количество пунктов и лишает поэтому приходится сидеть со всеми ну благо уже вроде рассосалось что хоей а а и 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